Здравствуйте! Меня зовут Валентин Васильев. В эфире программа «Точка зрения». 1 сентября – замечательный праздник. Праздник предчувствия начала интересного и трудного пути постижения нового. Конечно, у каждого свои оттенки этого трепетного чувства, но в любом случае оно оставляет неизгладимый след в наших душах. А хотите знать, какие чувства испытывает директор современной школы в преддверии начала учебного года? Конечно, основное чувство – это радость. Радость от встречи со своими учителями и учениками, которые еще не обременены предрассудками и комплексами. Они могут сразу и без всяких оговоренных правил на уровне интуиции различать добро и зло хороших и плохих людей. Их в этом смысле невозможно ни обмануть, ни запутать. Это другой мир. Именно из-за него многие из нас работают в школе, несмотря на все трудности. Какие еще чувства испытывает директор? Несмотря на то, что основное чувство – радость, первое, что приходит на ум – это усталость. Ведь нужно за два коротких месяца подготовить школу к новому учебному году, обновить необходимую документацию, ответить на кучу запросов, написать множество отчетов и, конечно, сделать все необходимые ремонты. Поверьте, с учетом достаточно скромного финансирования это сделать крайне трудно. Но все же эта усталость приятная. Она сопряжена с удовлетворением от достигнутого. Есть и другой ее оттенок – предписания. Среди них есть и вполне разумные. Но есть и такие, что при их выполнении приходится переступать через грань здравого смысла, чтобы всех их выполнить. Например, каково купить учебники по физкультуре вместо учебников по математике? Вот отсюда и усталость от борьбы с самим собой. А еще и от того, что иногда чувствуешь себя некомфортно. Почему-то многие кажутся, что если посильнее надавить на школу, тем скорее добьешься желаемого, пусть даже невозможного, но такого желаемого. И тогда приходится доказывать во всех инстанциях, в том числе и судах, свою правоту. Предоставляя ворох бумаг, ведь никто не верит на слово. Во всем виноват директор школы. Да и что говорить, такие категории, как честность, духовность и порядочность, просто не рассматриваются. Их даже в профессиональном стандарте учителя не найдешь. Конечно, директор современной школы совершенно точно ощущает еще и надежду. Надежду на то, что впоследствии, когда наши ученики вырастут, станут важными и значительными людьми, они смогут сохранить при этом веру в то, что хороших людей все-таки подавляющее большинство. Мы учителя, конечно, не волшебники. И всего того, что от нас ждут, не сможем сделать без поддержки родителей, средств массовой информации, общества. Мы надеемся на эту поддержку и на то, что ее истоки будут основаны на сопричастности и доверии. Поверьте, нам самим очень хочется качественно учить и воспитывать новое поколение, а не просто оказывать образовательные услуги. Я Валентин Васильев, и это моя точка зрения.